Hitman Blood Money очередное продолжение серии о ЛСМ Кли Киллере, да еще и старом движке. Конечно, ругать за древний движок глупое занятие, особенно в то время, когда львиная доля игр выпускалась для нескольких платформ, и графические стандарты на некоторое время сделали небольшой шаг назад. Так что на общем фоне, Hitman выглядит для того времени современно. С помощью косметики к жизни вернули моторчик столяки недавности, видевший чуть ли не колчака. И словосочетание древних движок вы забудете уже ко второй миссии, когда найдете тропический водопад, или даже в первой, где кинете взглядом туманные причалы и неторопливые волны рядом. Кстати, не надо искать здесь грубости выбирающих полигон, ведь в противном случае вы обязательно их найдете и испортите себе все настроение. Помещения таки остались прямоугольными коробками, а дизайнеры по-прежнему пытаются скрыть это красивым освещением. И еще важнее оказалась атмосфера. В игре все знакомо, любой, кто играл в предыдущей части, мигом почувствовал себя в своей тарелке. Разработчики поправы считать Hitman классикой и не делают революции. Знакомая графика и приличная музыка совершенно так же, как и раньше геймплей. Все это составляющие стили, которые Hitman следуют неукоснительно. Да и мелочи остались на месте. Ноутбук, приготовление к новой миссии, разве что любимый арсенал, пополнился свежими прибамбасами, пушками, ядами и прочими химикатами. Не хотите, чтобы ваша физиономия осталась на пленке? Тогда старайтесь как можно реже попадаться в объектив. Ну а если же повезло, то просто оттащите злополучную кассету. Но последний способ, это все-таки способ начинающих гейлеров. Высший пилотаж построит несчастный случай, без единого убийства, без шороха с вашей стороны. Тогда вы получите звание Тихого Убийца. Заголовки в газетах прокричат, что-нибудь вроде потерпевшего упал на нож 7 раз, и молодожена отправились свадебным топтом. Система рейтингов и поощрений наказаний работает очень честно. За чистую пламенную миссию вы получаете прибавку в зарплате, новые апгрейды и рейтинги Бесшумного Убийца. А если вы устроите рядовое побоище с убийством массовым верножителей, то получите жалкую мелочь и обидное прозвище всем премиям. Кому нужен гонорар, если главное оружие профи струнда? Никому. И это, увы, не самый приятный факт, с той широко раздакомированной разработчиками системой денежных отношений оказалась по большему счету практически бесполезной. Покупка того оказалась же самого F-16, и дробовика очень сомнительное вложение денег. Дело в том, что пройти миссию на акробалку в плане практически невозможно. На забытный стрел избегается охрана и начинается скучная тупая инстинкционная. Охраны, как правило, очень много. В какой-нибудь театре толпятся десятки верзил, еще не больше, чем зрители актеров. Да и радость от мясорубки, если честно, сомнительна. Искусственный интеллект безумен, враги не умеют действовать сообща, и поэтому напоминают стадо леммингов, которые прут на верную гибель. С физикой дело не лучше. Помните конвульсии и кривляния противника из первой части? Они остались на месте. Поймав пули, негодяи отскакивают в сторону, как резиновые мячики, а нередко их трупы начинают двигаться по земле со скоростью утюга. Впрочем, подобную ужасу можно понять, ведь блудманы и боевая часть стала совершенно бесполезной. Если в вас стреляют, то значит вы проиграли миссию. Начинайте заново. Других вариантов нет. Новое оружие, возможность прикрываться живым щитом и тому подобные рюшечки идут, как говорится, мимо кассы. Почти все они высосаны из пальца и не используются в игре. А вот стелс составляющая на высоте. Чтобы выполнить миссию, получив высокое звание, кучу денег, хорошую прессу, придется серьезно поплатить. Будьте готовы, как и раньше, вычислять маршруты охранников, нападать со спины, переодеваться и очень-очень терпеливо ждать. Схема старая и проверенная годами. Правда, внесены некоторые исправления. Многие помнят те блаженные времена, когда Хитман мог застрелить жертву и позаимствовать ее одежду буквально на глазах у частной публики. Затем обычно стоял бы печальный ретон. Кирилл тащил буквально мертвеца через весь уровень, чтобы бросить в удобную емкость. Как и раньше, каждое задание можно выполнить менее чем тремя-четырьмя способами. Кроме того, игра позволяет в любой момент вернуться к полюбившейся миссии, чтобы пройти ее по-другому и на другом уровне сложностей. У сюжета есть ровно один недостаток. Он не дает ответа на вопросы, которые уже много лет волнуют играющую часть человечества. Снимает ли Хитман костюм перед тем, как у меня души? С битвы он когда-нибудь принимает ли человеческую пищу? В остальном все как обычно. На главного героя охотятся нехорошие люди. Или он на них охотится, что одно и то же. Захватывает этот незамысловатый сценарий с первого же мига, отпуская только по прошествии всех 13 миссий. Секрет подробной увлекательности просто в Хитмане все работает на создание атмосферы. Здесь и фирменная музыка, и стремительная смена декораций, и нестандартные задачи. Ну а в финале самое интересное. Я не буду раскрывать секретов. Скажу только одно. Ради такой концовки стоило бы пройти даже несколько раз более скучный сюжет. Так что несмотря на все недочеты и недоработки, Блудмана и для своего времени это самая лучшая игра в серии. Разработчики не стали трогать геймплей и оригинальную концепцию, добавив к ним несколько интересных фишек. Хороший сюжет и замечательные задания. А на те элементы, от которых нет толку, внимательно можно не обращать. Играть интересно и без них. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.